И сказал, Царствие Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встаёт ночью и днём. И как семя всходит и растёт, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Евангелие от Марка, глава 4, стихи с 26 по 29. Какое же толкование этой притчи предлагали святые отцы и богомудрые экзегеты? Под образом человека богословская мысль понимала самого Христа, но в интерпретации образа семени истолкователи разнились. Так Тертулиан полагал, что семенем называется праведность, которая прежде была в зачатке, посредством закона и пророков вступила в пору детства, и вслед за этим через Евангелие перешла в юность, чтобы впоследствии через Святого Духа Утешителя достигнуть зрелости. Иначе понимал данный образ святитель Феофан Затворник, который полагал, что появление из семени пшеницы символизирует постепенное возрастание потаённого в сердце человека. Похожее можно найти и у святителя Григория Двоеслова, согласно которому произвести зелень означает начать делать добро, а произвести полное зерно значит укрепиться в добродетели. О чём же говорится в конце евангельского иносказания, что понимается под серпом и жатвой? По мысли блаженного Феофилакта Болгарского, серп – это Слово Божие, а жатва – время кончины, ожидающее каждого человека. Притчу о невидимо растущем семени приводит только евангелист Марк. Иисус Христос уже неоднократно использовал понятные его слушателям образы – сеяние и жатву. Вряд ли кто из собравшихся никогда не видел, как пахарь направлял по полю вола, к которому был привязан плуг, зарывающийся в землю почти на ладонь, как выходил сеятель, разбрасывающий зерно, и как, наконец, выходили с серпами жнецы, срезавшие стебли близко к колосу, а если нужна была солома для скота и под самый корень. Этот образ часто встречался у ветхозаветных пророков, например, у Исаии. «Ибо как земля производит растения свои, и как сад произрастает, посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Книга пророка Исаии, глава 61, стих 11. И сам Спаситель прежде подробно раскрыл этот образ в сказанной им притче о сеятеле. Итак, посеянное Слово Божие может быть незаметным, но оно непременно явит в духовно-плодородных душах правду и славу Царствия Божия. Земледелец в данном примере и спит, и встает ночью и днем. Но не сказано, что он занимается возделыванием. Вряд ли кто одобрил бы такого земледельца, который небрежно относится к своему ремеслу. Однако эта деталь не случайна. Она подчеркивает то, что духовный рост человека и церкви происходит не по усилиям человека, а по Божьей благодати. Здесь Христос обращает внимание слушателей на жизненную ситуацию. Любому хлеборобу того времени неизвестно было, что происходит с погребенным землей семенем. А крестьянин Богоизбранного народа согласился бы, что именно промысл Божий ведет росток из глубин почвы к солнцу. Именно этот смысл впоследствии вкладывал в свои слова первоверховный апостол Павел, говоря «Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог». Первое послание к Коринфянам, глава третья, стих шестой. И так плодородие земли зависит от Бога. И вот черная засеянная земля, символизирующая невидимое царство Божие, превращается в пышное золотистое поле. Символ того, что церковь праведных известна по всей земле, а Евангелие проповедано всем народом. Притча заканчивается словами о жатве, отсылкой на слова пророка Иоиля. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела». Книга пророка Иоиля, глава третья, стих тринадцатый. «Праведники принесли духовный плод. Настало время собрать его в житницу Господню. Когда же наступит время сбора урожая?» Ответ содержится в откровении Иоанна Богослова. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Глава четырнадцатая, стихи пятнадцатый-шестнадцатый. Таким образом, речь идет о последних временах. Однако почему же Христос уподобляет Царство Божие тайному росту семени? Потому что таинственен переворот в душе христианина, принявшего Слово Божие в свое сердце. Эту притчу сказал Господь иудеям, чтобы они не ждали торжественного явления Мессии, грядущего сокрушать Римскую империю. «Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть». Евангелие от Луки, глава семнадцатая, стих двадцать первый. «И мы да не унываем. Этой притчей Господь учит нас быть терпеливыми. Царство Божие растет непреклонной божественной волей. И в свое время и мы пожнем жизнь вечную, если не ослабеем». Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok